приветствую всех вы смотрите передачу зеленые уголки москвы и сегодня речь о бульваре генерала карбашева который находится на северо-западе москвы в районе хорошова мневники вот этот бульвар на карте его хорошо видно здесь вот проходит он от улицы маршала тухачевского наверху то проспекта маршала жукова ну а если быть более точным то начинается именно проспекта маршала жукова а заканчивается и он по нумерации именно на улице маршала тухачевского и действительно в общем-то это настоящий классический бульвар с двумя проезжими частями и здесь и здесь с односторонним движением автомобильного транспорта соответственно здесь туда здесь обратно и между этими двумя проезжими частями находится озелененная территория то есть настоящий а бульвар прогулочный бульвар находится между 81 и 82 кварталами жилыми кварталами жилыми микрорайонами хорошова мневники вот которые ну по преимущественно застроенные пятиэтажками хотя постепенно их сносят они фактически все попали в реновацию и будут снесены дальше вот в дальнейшем да может быть даже ближайшем будущем по крайней мере не столь отдаленным и постепенно дома меняются на в общем-то более высотные современные дома что вполне можно видеть на этом бульваре бульвар назван в честь героя русско-японской также гражданской войны ну и прежде всего конечно великой отечественной войны генерала дмитрия карбышева вот который дожил практически до конца войны до 45 года был пленен и погиб в немецком лагере был замучен ну и таким образом прожил 65 лет вот это так сказать вот один из достаточно известных генералов советских российских ну и вот да как я уже говорил вся в общем то этот вот именно это вот бульвар да так весь очень так хорошо озелененный действительно довольно как правило взрослые деревья несмотря на то что проходило благоустройство этого бульвара все-таки его уж не так сильно разворотили и в принципе гулять по нему достаточно приятно бульвар не очень большой протяженность его меньше одного километра около 850 метров если быть точнее вот и на всем протяжении он довольно широкий как мы видим даже по карте и в общем то в общем то гулять по нему достаточно приятно но он такой чисто прогулочные то есть естественно никаких как там каких-то развлечений да и прочих здесь в общем то не предполагается то есть все что есть это детские спортивные площадки ну там есть центральная площадь с таким амфитеатром но по сути дела там в общем то может какие-то представления проводятся небольшие мероприятия праздничные там такие районные вот но в целом это конечно такой бульвар для прогулок с большим количеством в общем то скамеек и большим количеством зелени так что в общем то вполне можно рекомендовать этот бульвар для прогулок даже в общем-то в жаркую погоду выглядит бульвар свысока вот так вот он выглядит как с высоты птичьего полета да вот от проспекта маршала жукова и туда дальше вот видите едва едва угадывается проезжей части и тут и тут вот эти машины есть это так вот видите очень широкий бульвар то есть можно идти вдоль этой части там и там так сказать перекрещиваются разные дорожки аллеи то есть там постоянно идет вот такое движение и в общем я думаю что это все получат удовольствие если побываете на этом бульваре кто еще не был вот но это кстати вот я просто пищем по бульвару пройтись да такая небольшая фото прогулка совершим я хочу показать еще и улицу маршала тухачевского который тоже неплохо озеленена вот этот участок прилегающий как раз к бульвару генерала карбашева видите тут довольно много зелени и можно пройтись прямо вот под деревьями тут по народным тропкам там идет асфальтированная так сказать дорога ну а здесь вот такие народные тропки и тоже неплохо озеленена эта улица маршала тухачевского и если вы пойдете допустим от живописные улицы допустим на трамваи приедете на пиратную batch кomes sky и будете пожилописные улицы сторону вот как раз бульвара карбашева ты вот можно было охладение заодно и предпределительно пройтись вот полюсия маршала тухачевски gt тоже большие деревья деревья берез много и вот как раз выходим вот это муж маршалу тухачевского и вот здесь как раз от нее отходит или про генерала карбашева небольшая стоянка вот он виде бульвар с боковой стороны одной из проезжих частей. Вот так прям целая такая стена взрослых деревьев. Вот так выглядит это тоже от улицы маршала Тухачевского. Ну и сейчас я пойду от улицы маршала Тухачевского, вот от этой, и дальше вот пойду в сторону как раз проспекта маршала Жукова. Ну так мне просто удобнее было, я тоже на трамвае как раз доехал по живописной от метро Щукинская, поэтому решил вот отсюда начать. А так, конечно, начать можно, в принципе, из проспекта маршала Жукова, а туда доехать можно. У меня в принципе сейчас вот новый метро открыли, улица народного ополчения просто называется метро. Там удобнее всего добраться. Ну можно, допустим, и от метро Полежаевская доехать. Немножко подольше. Вот такой бульвар. Видим множество деревьев, причем довольно взрослых. Как видим, довольно много тени. Плитка. Это говорит о том, что было так называемое благоустройство этого бульвара, не так давно проходило. Вот она плитка, так выглядит здесь. Вот скамейки. Тут довольно много. Вот это вот со стороны, опять же, улицы маршала Тухачевского. Ну а это вот уже в глубине бульвара. Тоже есть скамейки. Дорожек много и, как видим, вот такая как бы основная дорожка, да, которая проходит параллельно проезжей части. А в то же время от нее отходит множество и других дорожек, таких как бы второстепенных, подчиненных, которые соединительных, которые соединяют разные как бы части бульвара, да, друг с другом. Вот. И везде, в принципе, довольно много зелени, много скамеек, где отдохнуть. И, как правило, довольно здесь, в принципе, всегда есть люди. Бульвар этот не пустует. Даже и глубокой осенью, и ранней весной, и даже зимой здесь, в общем-то, народ всегда есть. Но, с другой стороны, поскольку бульвар все-таки достаточно широкий и достаточно все-таки длинный, да, около одного километра, то, в принципе, в общем-то, места хватает всем. И, ну, сказать, что прям какая-то толкучка и что-то прям какое-то словопотворение, в принципе, так-то уж не скажешь. Как видим, скамейки, в общем-то, свободны. Да, и довольно много. И, как правило, в общем-то, места всем хватает. Ну, конечно, когда жара и в тенечке, потому что некоторые скамейки на солнцебеге, некоторые в тени, и там, где в тени, то, конечно, как правило, разбирают скамейки. Ну, а так, вот, такая типичная скамейка с урной на этом бульваре. Вот. Ну, газон так себе, как бы такой полуживой, что, поскольку благоустройство проходило, то, конечно, нарушили тут систему. Верхний плодородный слой сняли тоже, как обычно. Но все-таки нельзя сказать, что уж совсем все плохо, как в некоторых других местах, где там вообще, по сути, газона никакого нет, а просто все выжженное, как пустыня какая-то. Вот. Очень хорошо, что здесь такие вот рослые деревья, высокие, и они, конечно, сдают много тени, и поэтому гулять по этому бульвару, в общем-то, очень приятно. Ну, вот, видимо, как я уже говорил, спортивные детские площадки, они присутствуют. Ну, как, в общем-то, и почти на всех остальных бульварах, в скверах. Это, в общем-то, такой типичный атрибут. Ну, вот одна из спортивных площадок, в принципе. Ну, и детская, и спортивная заодно. Ну, по бокам бульвара можете видеть разные дома. Ну, а типичные дома, это вот пятиэтажки, они тут в основном блочные, и были построены преимущественно в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века. Ну, то есть, такие типичные, в общем-то, хрущевки. Ну, а с другой стороны, можно видеть уже и современные дома. Это, ну, в частности, вот жилой комплекс Union Park, который не так давно еще, кстати, строится, до конца не достроен, там, по-моему, еще один корпус строится, который строит компания Крост. Крост, она, компания Крост, она вообще очень активно строит именно в районе Хорошова-Мневники. И вот одни из корпусов вот этого комплекса Union Park как раз находятся, это самое, как вот, и на этом бульваре генерала Карбышева. Крост, это строят всегда высотные дома, она специализируется на строительстве высотных домов, там, 25-30 этажей и выше. Довольно высотные дома. Ну, когда-то здесь были пятиэтажки, ну, и вообще-таки свободные пространства, небольшие здания. Ну, а теперь вот все потихонечку утрамбовывается, уплотняется, и строятся многоэтажные дома вот по этой стороне. А напротив там находится жилой комплекс Серебряный бульвар. Вот, Серебряный бульвар, такое красивое название. Вот, хотя сосен здесь нету на бульваре, фактически, на генерала Карбышева. Но Серебряный, это, очевидно, отсылка к Серебряному бору, который находится, в принципе, неподалеку отсюда, тоже в районе Хорошо-Мневники. Вот, ну, Серебряный бульвар, он был построен еще при Лужкове в первой половине 2000-х годов. Ну, а этот вот комплекс, он уже строится при Собянине уже. Продолжает строиться, это уже 2010-е годы. Июнион парк. Ну, и рядом, вот видите, по контрасту, пятиэтажка. Вот, ну, вот, видите, площадка для отдыха здесь же. Видим, да, тут же и турники есть для занятий физкультурой. Вот, видите, проезжую часть отделяют кустарнички, деревья. Вот, хотя, конечно, здесь довольно шумно все равно, как ни крути, потому что все-таки движение, конечно, есть. Ну, нельзя сказать, что здесь, конечно, прям, знаете, как у кольцевой дороги или где-нибудь там у какой-то прям такой вылетной магистрали или какой-то там у Железанского проспекта или там даже на проспекте Маршала Жукова. Ну, и, конечно, не так шумно, но все-таки шум, конечно, такой фон, он, как правило, все равно ощущается. Это практически неизбежно в данном случае. Какие бы деревья ни были, но все равно машин довольно много, они шумят, конечно. Вот. Ну, и воздух, конечно, прямо уж сказать, тоже не идеальный. Ну, вот, видите, еще один из корпусов, высокий, по-моему, больше 30 этажей, тоже вот компания Union Park, строительство концерна Крост. Ну, вот еще в глубине бульвара, видите, народ сидит в тенечке, довольно много тут скамеек, что довольно приятно. В тени находится. Вот еще, видите. Ну, этот один из павильонов, здоровая Москва, где сейчас там вакцинацию делают. Ну, и, в общем, в целом. Раньше просто была проверка здоровья, но сейчас, по-моему, тут по большей части, так сказать, павильоны вакцинации, скажем так, завуалированные павильоны вакцинации, где прививку делают преимущественно. Сюда, в основном, сейчас приходят за прививкой. Раньше просто, типа, диспансеризация была такая, знаете, проверка здоровья. Ну, а сейчас... Ну, сначала все равно здоровье-то будут проверять, то есть, прежде чем сделать прививку, просто так не сделают, а все равно проверят сначала, так сказать, основные параметры, вот, а потом прививку. Ну, просто тут... Поэтому сейчас довольно много очередей непривычно, раньше тут практически никого и не было в таких вот павильонах. Ну, а сейчас народу, наоборот, довольно много. Ну, вот такие ветеринистые места в глубине бульвара. Вот, по контрасту, да, со старым еще советским бульваром, такие вот высотные дома. Вот, буквально до небес, можно сказать, тоже вот этого юнион-парка, несколько корпусов. Да, видите, какая очередь стоит. Сделают прививку. Ну, заставляют, потому что на работах и люди идут и делают. Это, в общем-то, во многом не по доброй воле происходит. Сейчас на работу практически не устроишься без этой прививки. Вот, ну, там, видите, в глубине там народ отдыхает. С детьми много гуляет, с собаками, как обычно. Бывает, на велосипедах иногда проезжает, на самокатах. Но тут не так их много, велосипедистов, самокатчиков, потому что, в принципе, этот бульвар, он как-то тут нет выделенных полос, насколько я понимаю, и он не очень предназначен для все-таки для велосипедистов. Ну, тоже вот такие эти уголки. Но это вот как бы центр, да, уже подходим ближе к центру бульвара. Такая беседка. Вот, видите, написано Кроуст, концерн строил этот дом, юнион-парк. Вот, а это вот напротив находится как раз Сремленный бульвар. Это вот дома еще построенные при Лужкове, которые, я говорил, тоже многоэтажные. Но они, во-моему, немножко меньше этажей, но тоже, конечно, высотные. Несколько домов. Вот по другую сторону этого бульвара. Как бы напротив. Они друг на друга смотрят через бульвар. Вот. Ну, это вот такой как бы центр, да, считается бульвара. То есть, видите, здесь цветнички. Это беседка. Тоже такая вот стеризованная под старину. Вот. И, видите, фонтанчик небольшой. Тут как бы типа сцена, скамейки тут. Ну, наверное, какие-то проходят мероприятия. Там, кстати, вот, видите, строится дом по реновации. Это там улица генерала Глаголева проходит параллельно. Параллельно бульвару генерала Карабашева. И там, видите, строится дом по реновации. Ну, вот такие вот скамейки. Как бы перед сцены. Там фонтан. Да, цветники везде. Ну, и вот можно прочитать про, ну, вот, видите, что входит в бульвар генерала Карабашева. То есть, воркаут, ротонда. Ну, это ротонда, да, беседка ротонда. С летним театром, видите, она как бы соединена. Ну, то есть, тут, очевидно, какие-то представления устраиваются. Когда праздники бывают. Площадка с качелями, гимнастическая. Ну, то есть, спортивная площадка. Детская площадка, понятно. Ну, видите, две детских площадки. Ну, память Карабашева еще потом увидим в конце. Ну, и тут можно прочитать про бульвар, который был назван в 1162 году. А сам район, он вошел в состав Москвы в 1160 году. Ну, и вскоре, в общем-то, этот бульвар, очевидно, проложили. И так вот назвали. Ширина его, кстати, видите, около сотни метров. Вот. Даже он является объектом природного комплекса. И тут написано, что здесь больше тысячи деревьев и четыре с половиной тысячи кустарников. Вот так вот. Ну, цветников тоже, цветники тоже есть. Вон там качели, кстати. Вот зона качелей. Да, вот, видите, дети качаются. А это фонтан. Это фонтан. Ну, так себе фонтанчик, конечно. Но все-таки, видите, даже несколько струй такие бьют. Вот. Ну, это такая центральная площадь. Да, вот как бы с таким вот посадочными местами. И тут же это самое. Это как Дротонда беседка. И вот это типа летнего театра. Ну, то есть тут, наверное, какие-то, может, певцы выступают. Еще что-то. То есть такая вот центральная площадь бульвара. Все. Ну, а дальше, то есть она его как бы делит на две части. А дальше опять продолжается вот зеленая территория озелененная. Ну, вот и здесь качели, и площадки, и все тут. И фонтан, и все. Самые такие основные, можно сказать, достопримечательности. Опять же, пятиэтажка утонула в зелени. Вот. Ну, опять. А это вот детские площадки. Ну, тут очень спортивные, детская заодно. Больше спортивная. Вот. Видите, дорожки расходятся в разные стороны. Так что здесь, в общем-то, места всем хватает. Все в плитке. Скамеек довольно много. Ну, это вот, очевидно, явно детская площадка. Одна из детских площадок. Да, всего две. Вот одна из детских площадок. Ну, всякие тут городки, лесенки. Все такое. Домики. Вот. И, смотрите, опять же, много зелени здесь. Вот. Еще раз. Это же площадка детская. Еще. Вот. Ну, а это вот еще одна, вторая детская площадка. Чуть поменьше, по-моему, тоже. Вот. Ну, а это вот идет, кстати, реконструкция детской поликлиники. Бывшей шестой детской поликлиники. Сейчас не знаю, как она называется. Это улица генерала Карбышева. Дом 3. Вот. И вот здесь вот детскую поликлинику тоже реконструируют. Сейчас идет программа в Москве реконструкции детских поликлиник. И вот как раз в рамках этой вот программы практически все поликлиники, ну, в основном детские, но отчасти и взрослые, все реконструируют. Ну, и вот это тоже. Поликлиника была построена в 61-м году. Типичное трехэтажное здание. Блочное. Ну, и вот сейчас там полностью его все меняют. Кроме основного объема. Ну, еще раз детская площадка. Ну, вот это проезжая часть. Как все это выглядит от проезжей части, вид вот в глубину бульвара. Да, вот так это все выглядит. Тоже цветочные композиции встречаются. То тут, то там. В глубине бульвара. А это вот, кстати, такая вот, как бы, своего рода, такая небольшая аллея, да, дорожка, где вот можно почитать о разных героях Великой Отечественной войны. Ну, в том числе и о генерале Карбышеве можно почитать. Еще раз детская площадка. Тут же можно посидеть родителям, просто желающим. Ну, про узники фашистских лагерей можно знать. Вот про генерала Дмитрия Карбышева можно тоже почитать. Чем он был знаменит. Вот. Главное, не пасть на колени перед врагом. Ну, собственно, вот такой вот, да, получилась прогулочка. Сейчас еще. Ну, вот. Приближаемся уже мы к проспекту Маршала Жукова. Вот он показался. Вот здесь тоже довольно много цветников. Дорожек, скамеек. Ну, цветочная композиция. Вот тут особенно их много. Прям непосредственно около... На пересечении вот проспекта Маршала Жукова. И да, видите, какие прям цветы. Целый ковер цветочный. Который обрамляет вот и непосредственно памятник генералу Карбышеву. Вот сам он лицом выходит на проспект Маршала Жукова. Ну, и одновременно открывает и бульвар генерала Карбышева. Потому что здесь он как раз именно и начинается от проспекта Маршала Жукова. Ну, вот как это выглядит со стороны проспекта Маршала Жукова. Вот начало бульвара непосредственно отсюда. Ну, вокруг много цветов. Вот ели какие-то уже голубые, высокие. Окружают памятник о цветы и ели. Ну, и дальше там глубине уже другие деревья разные. Ну, а это уже вид со стороны, с другой стороны проспекта Маршала Жукова. Там вот за эстакадой тут развязка. Вскоре идет с третьим транспортным кольцом. Ну, туда дальше. Там вот как раз вот бульвар, вот там памятник виден. Ну, все. Такой вот бульварчик. Так что рекомендую, в принципе, здесь побывать, если будете. Обычно, конечно, это отдых для местных жителей, кто здесь живет. Преимущественно, то есть, так сказать, здесь отдыхает. Обычно сюда мало того приезжает из других районов Москвы. Потому что как-то, в принципе, это, естественно, бульвар не является сам по себе какой-то достопримечательностью. Здесь как-то особенно уж прям так нечего, в принципе, смотреть. Что-то такое, какой-то изюминки, в общем-то, нету, можно сказать. Ну, бульвар как бульвар. Нет какой-то старины, каких-то старых домов, памятник архитектуры и так далее. Что-то такого развлекательного, чтобы как-то манило бы людей, скажем так, из других районов как-то сюда прийти. Но в то же время, опять же, повторю, как мы видели, бульвар очень такой красивый, хороший. И поэтому, если когда-то будете здесь, в принципе, ну, мало ли, по делам, или так просто, или вдруг решите приехать, то думаю, что, в общем-то, не пожалеете об этом. Действительно, здесь отдохнуть довольно приятно.